Так, чат, чё там сделал этот дрим-мужик? Там вообще какой-то уморительный, по-моему, видос. Да! Я добавил людей в Майнкрафт! Я не знаю, эта превьюшка выглядит максимально проклято. Там имба? Мы сделаем этот видос ещё имбовее, чуваки. Мне не заплатил за это Яндекс, но я уверен, что так будет в тысячу раз смешнее. Может быть, в две тысячи раз смешнее. Дамы и господа, я прерываю это видео для того, чтобы сообщить вам очень важную новость. По последним данным, очень может быть такое, что Ютуб будет заблокирован, остановлен. Короче, у нас его украдут. Для того, чтобы избежать негативных последствий и не потерять такого замечательного человека, как я, вам рекомендуется подписаться на мой Телеграм-канал для того, чтобы всё точно было в порядке. Там будет актуальная информация о том, где будут новые видосы, если они будут, и если мы найдём, куда их выкладывать. А также вся остальная информация о стримах и прочих приколах. Очень прошу вас всех подписаться. Это поможет нам всем не потерять друг друга в этом жестоком, суровом, неприятном, непредсказуемом мире. Спасибо за внимание. Блин, я надеюсь, что вот этот видос будет нормально грузиться. Ну, в Яндекс-то браузере должно быть всё нормально. Не продолжите рассказать вам, чем я занимался. Однажды мне пришла в голову мысль, что я хочу объединить реальную жизнь с Майнкрафтом. Это не похоже на виртуальную реальность, где вы играете за игрового персонажа, как будто вы Стив. Я хотел заменить Стива собой. Я имею в виду, что люди добавляют в Майнкрафт две разные вещи, такие как веб-камера или фильм, или даже такие глубокие вещи, как Видеоконнект 13-летней давности. Но даже это не было в прямом эфире. На заднем плане проплывают облака, потому что всё ускоряется. И это также не было трёхмерным изображением. Если вы зайдёте с другой стороны, то просто ничего не увидите. Я искал и искал, но никто не сделал ничего похожего, что просто показывает, насколько впечатляющим было то, что было сделано 13 лет назад. Но я уже принял решение. Я собирался попробовать... Прошло уже 39 секунд, и не было ни одного смешного перевода. Я расстроен... ...от себя в Майнкрафте. Так что... Яндекс, вы должны сделать свои технологии хуже, чтобы я смеялся чаще. ...был сделать это сам. Я разработчик. Это не может быть так уж сложно. Не так ли? Затем... Сид такой термин. ...наступил следующий год моей жизни, который я потратил на работу над этим. Потому что это намного, намного, намного сложнее, чем я когда-либо ожидал. Есть причина, по которой это не было сделано. Проблема за проблемой. Как же это страшно выглядит! Это выглядит как монстр какой-то просто. Потому что никто не делал ничего подобного. Когда долго не сплю, вижу такое же. Действительно отстой. Но в конце концов это видео здесь. А это значит, что мы это сделали. Позвольте мне рассказать вам историю о том, как несколько друзей сами по себе соединили игры с реальной жизнью. Это забавно выглядит. Матрица. Блин, можно сделать голограмму из этого, из Блэйд Райнера в Майнкрафте таким образом. Я думаю, что у меня всё хорошо получается. А что плохого? Это вы? Как у вас дела? В реальной жизни я проверяю. Все встают, как будто притворяются, что они выше меня. Как будто на самом деле так думают. Почему вы летаете по воздуху? Куда вы направляетесь? Какого хрена? Это он, милая. Мой большой? Я не понимаю. Я большой? О боже мой. Нет. Вау, 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 вау. Это безумие. Это разрушает землю. Я иду по шляпе, так что мне не хочется идти пешком. По шляпе? Он уже в деле. Здравствуйте. Привет, ребята. У меня всё хорошо получается. Дорадаман! 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 Я хочу сейчас немного объяснить, как это работает. Есть 18 камер, которые фиксируют всё, что вы хотите разместить в Майнкрафт под любым углом, так что вы можете видеть человека от подошв ног до макушки головы в любое время. Всегда. Идёт интенсивный процесс калибровки всех камер вместе. Он меня был по-жёсткому. Хорошо, разберёмся. На пространстве. Эти камеры делают снимки 60 раз в секунду, а затем мы создаём облако точек, которое, конечно же, затем отображаем в Майнкрафт. Это действительно упрощает задачу, но кого волнуют детали? Это наука, математика. Мы здесь ради Майнкрафта. Смотрите, мы наконец-то можем создать круг в Майнкрафте. Или Майнкрафт в Майнкрафте. Это игра для Xbox. Когда мы впервые запустили эту игру, было довольно сложно удержаться от того, чтобы просто не схватить всё, что находится вокруг вас, и не посмотреть, как это выглядит в Майнкрафте. На самом деле Майнкрафт это игра, основанная на измерениях, что означает, что каждый блок в Майнкрафте должен быть равен одному метру в реальной жизни. Так как мы также основываем все данные наших камер на измерениях, это означает, что мы можем идеально масштабировать их. Это означает, что именно такого роста я был бы на самом деле, если бы был в Майнкрафте. А вот и Джордж. А вот и Сипнап. А вот и моя сестра. Для масштабирования в Майнкрафте. Майнкрафт очень масштабный. На фоне него мы все выглядим ничтожествами. Я хотел пройтись с измерительной лентой и просто начать измерять вещи, потому что это было бы масштабно. Но в любом случае, это просто визуальный эффект. Они есть у нас в Майнкрафт, но на самом деле... Кажется, я в мире Майнкрафта! Катли, вы ничего не можете сделать. Для того, чтобы они могли взаимодействовать с окружающим миром, нам нужно было знать, где находятся их руки и ноги. Таким образом, используя технологию искусственного интеллекта, 440 графических процессоров... Генхаби, другие этапы обхода ограничений Ютуба, не совсем как у тебя в Телеграме. Попробую, Квизби, проверю потом. ...поцессоров и огромное количество кода, мы получаем скелеты. Теперь у нас есть руки, ноги, голова и так далее, какой-либо одежды. Они по-прежнему ничего не делают, но мы знаем, где они находятся. И я хотел бы быть Стивом. А у Стива нет пульта управления, только руки. Так что, поскольку у нас есть расположение частей их тела, а также мы точно знаем, сколько времени проходит между фотографиями. У нас есть расстояние, на которое переместилась их рука, и количество времени, которое на это ушло, им нужно преодолеть это расстояние. Таким образом, мы можем сделать этот классный маленький рисунок, на котором мы показываем точное количество метров на каждые два движения моих рук, что само по себе потрясающе. Это означает, что теперь мы можем определить, когда вы хотите ударить кулаком или пнуть ногой без каких-либо кнопок. Потому что если скорость превышает определенную, у нас это наносит ущерб. А если нет, то ничего не происходит. Если вы действительно хотите взаимодействовать с объектами в игре, вам очевидно нужен способ видеть. Как насчет самой маленькой виртуальной гарнитуры в мире? Мы специально подогнали ее к нашему лицу, чтобы она была как можно меньше. Да, я думаю, это работает. Но сейчас я хотел бы, чтобы вам просто пришлось ходить в реальной жизни, чтобы двигаться. Поэтому мы собрали массивную установку на всенаправленных колесах, которая перевозит камеры, компьютеры, аккумуляторы, фонари. И очень креативную систему для отслеживания вращения установки и перемещения людей. Человек, который находится внутри. Таким образом, мы всегда сможем показывать их в игре, чтобы камеры автоматически следили за ними, куда бы они ни шли или ни бежали, и позволяли им двигаться без контроля, просто шагая. Технически у вас действительно ограниченное пространство, даже несмотря на то, что мы установили установку на огромной баскетбольной площадке. Но когда вы добираетесь до стены, мы запрограммируем ее вращение. Но также запрограммируем и так, чтобы казалось, что она не вращалась. Таким образом, в игре никто даже не заметит, что вы выглядите по-другому, и у вас снова будет больше свободного пространства. О да, освещение динамически меняется в соответствии с тем, где вы находитесь в игре. Так что если вы находитесь в пещере, вы выглядите темнее и так далее. И если вам кажется, что все это звучит сложно, я обещаю вам, что это в 100 раз сложнее, чем вы себе представляете, и в 100 раз сложнее, чем я только что описал. Но, увы, вы в игре, вы можете двигаться, вы можете видеть и вы можете взаимодействовать с миром. Все так, как будто вы Стив. Ну а потом, конечно же, появились особенности игрового процесса. Как вы можете видеть, мы добавили теги с именами, определение высоты для прыжков и подкрадывания, а затем нам пришлось закодировать это так. Чтобы если вы сойдете с края квартала, время подкрадывания это остановит. Это выглядит как серия Финиса и Ферба, в котором они отправляют себя в компьютерную игру и потом не могут из нее вылезти и умирают. Или, конечно, если вы наткнетесь на стену, это тоже остановит вас. Мы сделали так, чтобы когда вы двигаетесь, вы чувствовали себя игроком в этом мире. У вас есть физика. На земле лед, и вы скользите. Если на земле есть слизь, вы подпрыгиваете, если нет ничего, вы падаете, и все такое хорошее. Конечно, чтобы разбить рыбу, нужно ударить по ней кулаком. Чем быстрее вы наносите удары, тем больше вреда это наносит. Каждую функцию вам пришлось добавлять вручную, потому что в Майнкрафт не существует возможности использовать человека. Одной из самых забавных идей, которые у нас были, была анимация смерти, потому что когда вы умираете в Майнкрафт, обычно ваш персонаж просто краснеет и падает на бок. Но поскольку это реальная жизнь, мы поняли, что на самом деле можем записывать анимацию смерти для каждой отдельной смерти. Вот о чем он дианонился. Блин, дианон Дрима это самое странное, что я видел в мире. Не в том смысле, что он плохо выглядит, он выглядит абсолютно обычно. Но... У него был видос с дианоном. Потом у него был видос... Мы отменяем дианон, все, ничего не будет. И... ЧЕГО? Мы уже видели, какая разница. Я не понял этого абсолютно. И самое смешное, что он скорее всего загнался из-за трех людей в твиттере, которые говорили, что он похож на троллфейс. Хотя, это блин даже круто. Круто быть похожим на троллфейс, это очень смешно. Хотя, типа, мне кажется, он выглядит абсолютно нормально и обычно, типа. Ну просто мужичок, ну и что. И кто-то типа там рассказывает, что он урод, ну это глупости же. Хорошо, ребята, так что... Типа он даже не потерял просмотр из-за этого. Это похоже на то, как если бы одна из историй для записи просто воспроизводилась снова и снова. И мы собираемся убивать, чтобы понравиться реакт. И никто из нас не видел анимацию смерти друг друга. Убивайте. Это я. Привет, Джордж. Я давно хотел это сделать. Ты глупый маленький идиот. Каково это умирать? О, да. Умоляю, 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 умоляю о пощаде. Хорошо. Ну же. О, смотрите, вы весь горите. Я весь горю. Вы такой жалкий. Саянара, Джордж. Подождите. Остановитесь. Ох, ну вот и все. Ох. У вас получилось. Вот это да. Это круто. Это анимации, которые они закодили, или он просто играет роли, типа падает? Мне кажется, ты просто сам рефлектируешь на тему Дианона. Так как я могу? Я ж не Дианонился. Прогулка. Ох. 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 Подождите, это было круто. Закодили. Жесть. Попрощайтесь со мной. Куда вы ходили? Боже мой, Джордж. Ох. Ох. Боже мой. Это выглядит потрясающе. Почему вы так быстро отступаете? Немедленно возвращайтесь назад. Хорошо, хорошо. Это деформация Джорджа. Хорошо, мы немного похлопаем в ладоши. Вы можете купить большой палец. Деформация. Это как, когда потоп называют скоплением воды и взрыв хлопком. Человек деформировался в результате падения с 16 этажа. Вот это. Урон. Ох. Боже мой. Вау. Хорошо. Только посмотрите на него. Он мертв. Он тоже как будто смеется. О том, что он мертв. Это странно. А теперь он встает. Ох. Можно заниматься сексом в Майнкрафте? Мне кажется, нет. Ну типа, какой у тебя будет... Какая обратная связь у тебя будет? Мам, Финис и Ферм свои джар-файлы отредактировали. Боже мой. Но, 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 но они же были здесь. О, так или иначе, вы умираете. Вы умираете. Так или иначе, вы умираете. Просто жизнь за три слова. Так не умирают те, кто умирает. Смотрите, я пытаюсь облить себя водой. Ох. Я сделаю финальный взлом. Я сделаю финальный взлом. Я сделал это. Ох. Да, умоляйте меня. Умоляйте меня, звучно. Да, извините, но вы мертвы. Прощайте. Да, встаньте на колени. Нет. Да. Да, да, это происходит. Прощайте. Нет. Что вы делаете? Привет, Йоу. Что вы делаете? Я убиваю вас, но это не так. Снэп, что вы делаете? Не надо. Все в порядке. Вам действительно пришлось умереть за это. Это было. Это было отвратительно. Почему? Просто умрите. Почему вы все еще здесь? Братан, умрите. Братан, умрите. Может быть, чтобы это продолжалось до сих пор. Что с вами не так? Я просто очень прошу сохранить мне жизнь. Он такой, пожалуйста, не убивайте меня. Это так глупо. Почему вы все еще здесь? Он такой, нет, не убивайте меня. Почему? Да, просто уходите. Убирайтесь отсюда. У меня голова шла кругом. Как все еще идет? Что происходит? О, он наконец-то умер. Он наконец-то умер. Все в порядке. О, он мертв. Наконец-то он мертв. Блин, какой же это не динамичный видос по сравнению с другими видосами Дрима. Просто жесть. Мне интересно, сколько он соберет. Почему это все еще продолжается? Это так и есть. Я плачу. Как долго этот живой мертвец будет жить? Почему он все еще мертв? Я жив. Я просто такой. Я даже не знаю, что еще сказать. Вы что, умерли? О, вот и все. Он только что ушел. Это было здорово. Это было действительно здорово. Я думаю, что так оно и было. Все в порядке. С точки зрения цели, с точки зрения... Я тикток-зумеров, да я тикток ни разу не смотрел, ребята. Видос просто объективно, медленно и... С смерти это было ужасно. Но на самом деле это было забавно. Это было хорошо. Это было здорово. Я думаю, что моя кровать стоит на защелках. Хорошо, я позволю вам это сделать. О, да, я все понял. Вау. Подождите, что именно? Мы наткнулись на скелет. Что именно? Подождите. О, это все из-за скелета. Я, я понял. Это все из-за скелета. Здесь вы можете нанести смертельный удар снарядом. Ох. 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 Нет. Это сон. Он умирает. Его больше нет. Почему? Ваш. Нога. О, вот и все. Он умер. Вам пришлось... Замели Ютуб. Вот видос медленно. И монодолг Шрюдингер. Это живой мертвец весь жив, когда он умрет. Пришлось подождать. Все в порядке. Повреждения при падении. Подождите. Боже мой, это... Не забыл, я ее ем. Сон. Где же он? О, вот и он. О, нет. Братан, это просто безумие какое-то. Вот как ты на самом деле. Реально весь видос будет проигрывать с анимацией смерти, или что? Я не понимаю. Крекируешь. Это нереально. Да ладно тебе. Это нереально. Фу, он выглядел странно. Он выглядел сломленным. Прощай, Джордан. О, это снова скелет. Я не знаю, почему я решил, что это будет забавно. Все любят скелет. Было бы забавно увидеть этот скелет во второй раз, но это было бы забавно. Я не знаю почему. Я думаю, он скажет, было бы забавно увидеть этот скелет в реальной жизни. Ох. Боже мой. Боже мой, он что, выключен? Что? Что? Подождите. Это вы. Он горит. Ох. Боже мой. Что? Понятно, Дрим просто искал повод раздеться. Мне все ясно. Мне все ясно. Он принимает. Я в огне. Не так ли? Я видел ваши соски. Чувак, чувак, чувак. Еще раз повторяю. У меня такое чувство, будто я весь горю. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Как я должен реагировать? Я весь горю, поэтому я пытаюсь разжечь огонь. Выходите. О, вот и он уходит. Я хочу посмотреть на его задницу. Подожди. Буквально, в будущие игры можно играть с собой в мире любой игры вместо персонажа. А вы уверены, что много людей захотят выбирать себя как персонажа? Типа, вы уверены, что у достаточного числа людей в интернете достаточно самооценки для этого? Я не уверен. Да и в целом, даже если банально посмотреть на них, типа, вот просто гляньте, просто вот обратите внимание, насколько классно и ярко выглядит Майнкрафт персонаж Дрима и насколько скучно выглядят они. Даже если убрать все условности, которые, ну, типа, то, что они состоят из партлоков и так далее, у них даже одежда не яркая, она скучная. Типа, как персонажи в игре, это же отстой. А? Ну, то есть, да, это круто с точки зрения погружения, но нужно ли людям погружение в играх? Они же там, ну, типа, наоборот, отдыхают от, типа, жизни, знаете? Подождите. Вы должны превратиться в лаву. О, да, это хорошая идея. Подождите. Ну, хватит раздеваться! Боже мой, мы видели, как у него на самом деле треснула задница. Как вы оцениваете мои сцены? 10 баллов из 1010 возможных. Из 1010 возможных. Из 1010 возможных. Мне даже все равно, потому что мне нравится, что это имеет значение для всего. Да, мы в значительной степени сделали или сделаем так, чтобы вы могли делать в Майнкрафт. Смотри, как ты Дрима отменил Дианон. Так я не говорю, что он плохо выглядит. Вы неправильно интерпретируете мои слова. Я не говорю, что эти мужики выглядят плохо. Они отлично выглядят. И у них нормальная одежда. Но в сравнении с Майнкрафт с кином, они проигрывают. Вот и все. Все, что под силу обычному игроку. Еще не все сделано до конца. Но для всего этого есть план. И он скоро будет готов. Завтра почистим Максидрус. Планирую внести изменения в описание моих видео в будущем. Таким образом, вы сможете следить за прогрессом, если захотите. Я подумал, что это классная идея. Но в этом видео я не показываю так... Кто бы мог подумать, что в Майнкрафте персонаж будет выглядеть в Майнкрафте лучше, чем плохой рисунок человека? Ну да. Много того, на что это способно. Но подождите, это еще не все. Во-первых, это возможно не только в Майнкрафте. На самом деле, мы еще не добавили это ни в какие другие игры. Но почти все это закодировано за пределами Майнкрафта. Примерно 99% кода. Это означает, что добавить это в другие игры будет не так уж сложно. А во-вторых, это происходит в режиме реального времени. Как в реальном времени, так и в реальном времени. Настолько реальном, насколько это возможно. От начала до конца проходит менее 20 миллисекунд. А это значит, что человек, работающий на установке, действительно может соревноваться и играть, как обычно. Визуальной задержки нет, и он действительно может взаимодействовать с людьми на равных. И в-третьих, и вероятно, самое безумное из всего этого, это ванильный Майнкрафт. Никаких модов не требуется. Так как это действительно... Так, это означает, что любой новый игрок в Майнкрафт может просто скачать Майнкрафт, подключиться к серверу и просто встретиться с чуваком. Например, это Кен. Он только что здесь. Так что я подумал, что это идеальная идея, удивить некоторых людей и просто записать их реакцию. Ладно, это плохо. У меня есть для вас сюрприз. Хорошо. Это плохо, это его никнейм, я так понимаю. Нас для вас сюрприз на день рождения. У меня недавно был день рождения. Сегодня твой день рождения, Скепи. А может так оно и есть. Я хотел бы познакомить тебя с моим величайшим творением, Сапнапом. Это плохо? Что именно? Что именно? Привет, это плохо. Что за чертовщина? Что именно? Обними меня. Вот что это такое. Это ты? Как поживаете? Обними меня. Нет. Все в порядке. Джордж. Ни за что. Наверное, плагин. Да. О, это нереально. Я с рад помочь Виккс. Здравствуйте. Здравствуйте. Какого черта? Это что-то вроде игры Конека. Когда она сможет запахи передавать. А как, кстати, передаются запахи? Я знаю, что есть кинотеатры вроде, где запах как-то работает. Но как это работает? Где кокпорн и борщ? Ну, я его не включил. Скажи современным АА компаниям, которые прорабатывают каждую волосинку на яйцах главного героя ради этого погружения. Неплохо. Как говно, ароматизаторы тебе срут под нос. Было только тогда, когда выдали листочки, которые надо было по команде открывать и нюхать. Забавно. Ну ладно, ну я, это я понимаю, как работает. А которая вовлекает вас в игру? Можно я подойду сюда и уберу эти деревянные доски с окна? Скажите мне, пожалуйста. А можно я положу это прямо здесь? Это безумие какое-то. Так что на самом деле его больше не существует в реальном мире. Вы же знаете. Это привело его в Майнкрафт. Вот в чем дело. Это законно. Кажется, он в мире Майнкрафта. У меня тут как будто не хватает слов. Что это за выдумка? Это безумие какое-то. Да ладно вам. Как вы это делаете? Вам же всего три года. Нет. Я просто отворачиваюсь. Я тоже могу вас съесть. Что это такое? Это безумие какое-то. Не надо, не надо. Не бейте меня. Ударь меня. О боже мой. Что? Подождите, пожалуйста. Это просто безумие какое-то. Я буквально сбит с толку. Это потрясающе. Мы подарили вам вашу самую любимую вещь в мире. А что вы подарили мне? Мы поймали для вас ребенка. Братан, вы не поймали ребенка. Ютуберы. Ловушку. Это сделали мы. Это сделали мы. Это сделали мы. Нет, вы этого не делали. Я просто подожду. Просто сделаю паузу для второго вопроса, ребята. Подождите, сделайте паузу. Я только что понял, ребята, что это такое. Хорошо, давайте вернемся назад. Мы поймали кое-кого для вас в ловушку. Мы поймали взрослого человека. Мы поймали взрослого человека для вас. Мы поймали взрослого человека для вас. Помогите мне. Я в ловушке. Братан, что это такое? Что это такое? Пожалуйста, помогите мне. Выпустите меня. Не надо меня троллить. Что бы вы ни делали, не трогайте меня. Это я. Тролли. Это он, Скепи. Нет. Он нарушает правила. Он нарушает их. Остановитесь. Извините. Нет. Нет. Это просто чудесно. Сегодня даже не его день рождения. Почему мы дарим ему лица соседей, которые это слышат? Сегодня мой день рождения. Именно сегодня. Вы потеряете его, как грабитель. Это не так. Ну же. Упс. Вы можете использовать свои руки так, как будто у вас есть несколько видов оружия? Мне нечего из тебя говорить, братан, каждую минуту может быть. Только одно. Ну же, Джордж. Нет. Десять долларов ноль. Прямо сейчас, если вы убьете его. Десять тысяч. Десять тысяч. Десять тысяч. Долларов. Он уже был близок к смерти. Пожалуйста. 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 О боже мой. О боже мой. Он справится. Стреляют. Нет, он мертв. Джордж знает, что он мертв. Я бы на его месте попробовал лечь на пол. Если хитбокс следует за его головой. Джордж признал свое поражение. Он просто смирился с этим. Хотя на самом деле это довольно странно, как в ванильном Майнкрафте, когда видишь меч там, где на самом деле находится твоя рука. Ладно, Джордж. Ладно, Джордж. Я у тебя в руках. Ты действительно можешь пнуть меня. Это просто безумие какое-то. Я просто чувствую, что все это не по-настоящему. Хорошо. Подойдите ближе. Подойдите еще ближе. Подойдите еще ближе. Вот это. Мне кажется, что это не по-настоящему. Это просто безумие какое-то. А что если я позвоню вам? Хорошо, попробуйте. Попробуйте это сделать. Стоп. Подождите. Что именно? Я действительно летаю. Вверх? Да. Вот так. Смотрите. На. Вот это. Это действительно круто. Откуда? Слева направо. Вы готовы? Все в порядке. Вот, все в порядке. Вектор удара соответствует вектору, по которому летит аэдитет. Прикруто. Вау, это действительно реагирует на звук. Направление. Дайте ему пинка. Это впечатляет. Какого черта? Я думаю, что если я придам ему силы, это увеличит его силу, как и то, что он на самом деле делает. О боже мой. Ну вот, пожалуйста. Он приземлился там, наверху. Смотрите-ка, я сейчас подрежу вас, и вы полетите вверх. О боже мой. А потом я смогу вас ударить. Это было что-то вроде того. Мы подошли ближе. Мне нужно. Это Э. Поразительно точный ракурс с точки зрения угла обзора. А затем я проведу боковой удар справа налево. Вьюсь об заклад, вы всегда хотели это сделать. О, с тех пор я всегда этого хотел. 2012 год. Боже мой. Я даже могу сказать, что это была левая нога, которая вышла вперед и ударила меня под таким углом, что это было потрясающе точно. Но. Вы умеете плавать? Вот так. Ну почему, почему я? Почему я похож на лабораторную крысу? Не так ли? Если честно, он и сам похож на лабораторную крысу. У нас их немного. Дыра. Что вы делаете? Боже мой, это его отталкивает. Выпустите меня. Это для меня утешение. Такое ощущение, что он действительно здесь. Блин, я бы так потроллил кого-то, это выглядит весело. Пытки. И возможно, мы этого хотим. Чувак. Что с вами не так? Ну вот и все. Садитесь туда. Это как раз вон там. О, о. Кто я такая? Что это такое? На что я смотрю? Скажите мне. Вот это. Это наш друг Джордж. Нет, это не так. Утром я встала такая грязная. Вам это нравится? Вам нравится то, что вы видите? Это я. Сейчас же? Да. Теперь это я. Скажите мне, что мне делать. Скажите мне, что мне делать. Скажите мне, что мне делать. Прыгайте. Что именно? Теперь моя очередь, моя очередь. Моя очередь говорить вам, что делать. Теперь моя очередь, что делать. Снимите свои штаны. Да, это было нелепо. Вот почему я должен был это делать. У меня есть еще одна безумная вещь, которую я могу вам показать. Хорошо. Есть приколы с запахами в кинотеатрах, но там долгая подготовка к сеансу конкретного фильма с разными распылителями запахов, привязанными к конкретным таймингам фильма, и в кресло встроены эти распылители. А запахи определяются из картриджей запаха. Второй раз закинуть сообщение, не очень хочу спамить. Я понял, спасибо, кто-то. Интересно, насколько это вредно, но вообще прикольно. Прикольно звучит, классная тема. Мне нужно, чтобы вы повернулись. Повернитесь. Да, я видел его несколько... Хорошо. Хорошо. Все в порядке. Вы готовы? Да. Три, два, один. Повернитесь. Повернитесь кругом. Черт возьми, сукин сын. Что, черт возьми, с вами не так? Вам это понравилось? Откуда я мог знать, что вы собираетесь совершить подобную глупость? В буквальном смысле этого слова. Возвращайтесь в нору. Возвращайтесь в нору. Это просто потрясающе. Домик для котенка. Посмотрите, что вы, ребята, сделали с этим местом. Но выдели эксперимента вряд ли. Сделайте это, сделайте это, сделайте это, сделайте это, сделайте это. Здравствуйте. Здравствуйте. До свидания, Софи. Ну и ну. Пойдем отсюда. Я уже видела это раньше. Может, мне не стоит этого говорить? Может, мне стоит притвориться, что я вижу это в первый раз? Да. Что именно? Как вам удалось получить это с помощью микроскопа? О, боже мой. Я знаю, что это безумие. Это безумие. Он танцует. Смотрите, он танцует. Он танцует. Посмотрите на это. 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 Что? Было бы обидно, если бы я просто, ну не знаю, вляпался в это. Вот что было бы. Ну что же, ну что же. Вот так все повернулось. Ладно, я немного не в себе. Приступайте. Возвращайтесь. На самом деле, вы действительно замахиваетесь на это, но... Я не понимаю. Остановитесь. Я убегаю. Возвращаюсь. 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 Возвращайтесь. Приведите Джордана. Я пытаюсь. Она слишком быстрая для меня. Нет, 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 нет. Верните ее обратно. Верните ее обратно. Нет, нет, нет. Нет. До свидания. До свидания. О, это было так весело. Я знаю, где вы находитесь. Я знаю, где вы находитесь. Ох, а может ли... Страшно. ...делать это. Ну что же, ладно. Он тоже может быть так... Блин, хочу принести реального себя в Майнкрафт. Кайф. ...таким. А да. Это совсем не то, что я задумывал, когда создавал это. Это всё, что у вас есть? Это всё, что у вас есть? Он дал мне пощёчину. Вам нравится этот парень? Это был лучший подарок на день рождения, который я когда-либо получал. Так вот, где вы были в течение нескольких месяцев. Именно здесь я нахожусь уже несколько месяцев. Я был в пещере, где программировал и работал. Я даже не представляю, как у вас вообще хватает мозгов, чтобы начать что-то подобное. Ну что же, на самом деле всё гораздо проще, чем вы могли бы ожидать. Дайте мне здесь краткую карту, Сэп. Ох, вы были ещё совсем маленьким. Ох. Да, вот и всё. Вау. Вау, на самом деле это потрясающе. Футбол? Идите сюда, цыплята. Сюда, через лук. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что считаете это не слишком изысканным. Но я думаю, что с новой точки зрения любой, кто не видел этого раньше, поймёт. Я бы предположил, что любой здравомыслящий человек был бы просто поражён тем, насколько хорошо это работает до сих пор. Да. Я имею в виду. Так оно и есть. Так оно и есть. Пока. Избавьтесь от воды. Они не могут выбраться из неё. Мы нашли это. Мы? Вы выглядите примерно таким же низкорослым, как в тюрьме. Мы нашли. Прошу прощения. Посмотрите, какой он маленький. В тюрьме. Посмотрите, какой он маленький. Он такой крошечный. Напомните... Хочу так играть и показывать всем пенисы. Кстати, ещё одна проблема этого способа. Как его модерировать? Ну, никак же. Какого вы роста? Рост 6 футов 9 дюймов. Всё в порядке? Да, да. Да, я думаю, что вы можете сделать гораздо больше, и очевидно, у вас всё получится. И это похоже на то, что у вас просто есть человек. Обычный человек в Майнкрафте. Я настоящий. Мы можем заставить его делать что-то для нас. Что именно? Например, заниматься фермерством. Пойди, построи мне дом с Апнап. Приступай к работе. Я требую 10 бриллиантов в день. Я просто пытаюсь тебя отшлёпать. Это безумие. Да, тебе это нравится? Да, беги отсюда. Это очень неэффективно. Хоть по паспорту, а там хоть пусть на голову друг другу срут. Фуууу, ведь говно можно тогда показать в Майнкрафте. Беги отсюда. Беги отсюда. Знаешь что? Знаешь что? Подожди, ты же занимаешься творчеством. Джейр типа банка. Джейл тюрьма, там гифка, где жёлтый чел в банке, маленький бьёт тайм-аут. Чего? Показал бы? Нет, зачем? Он баллотируется. Ты застрял на дереве. Подойди сюда. Оуфач. Трисапом на бусте. Я тебя обстреливаю. Прекрати обстреливать. Нет? Нет, чувак. Давай, чувак, участвуй в ПВП. Ох, что? Я убил его. Всё в порядке, Джордж. Делать так, чтобы человек исчезал, когда его руки касаются пояса и детектируют нейроны. Я уберу в бою. Тогда эта имба жёсткая, ну типа, знаете, невидимость каждую секунду снял. Это как мантия-невидимка, только наоборот. Ты не надеваешь, а снимаешь. Снимаешь штаны и становишься невидимым. Легчайше. Ты готов сразиться со своим самым сильным противником на данный момент? Всё в порядке. О, боже мой. Может быть и нет. Позовите его. Позовите его. Нет. Я только что всё стёр. Буквально. Танос превращается просто в отпечатки ног. Это забавно. Возьмите это. Вау. Примонентная цензура. Боже мой. Это так дико. Будет проще кикать. Вот так вот. Подождите, это плохо. Вы не знаете, что может быть смешнее. Айрел, спасибо большое за подписку на бусте за сотку. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать. Надеюсь, тебе понравились мои посты. Сегодня вышел лавый, кстати. Спасибо тебе огромное. Да. Возможность прыгнуть выше, чем один или два раза. Дайте мне ещё один прыжок. Это будет само собой моделироваться. Прикинь, у него там 4-сантиметровая висюлька, которая даже не детектится камерами. Его засмеют просто и всё. Блин, грустно. Жаль этого добряка. Ещё один прыжок. Хорошо, вот мой прыжок. Ох. Я поднимаюсь. Можно будет снять в Майнкрафте этот видос, где школьник прыгает с гаража. Я поднимаюсь. Готов? Братан, я супермен. Меня тигрокально скинут в Майнкрафте, когда в руки касаются пояса. Уже есть дело, где в VR-мире мужик до женщины домогался? Блин, реально. Кстати, оно к чему-то пришло в итоге, Гвардовский, не знаешь? Это интересная история. Это интересный прецедент. Это плохо. Увеличьте мой прыжок в миллион раз. Я хочу подойти к этому парню. Хорошо. Всё в порядке. Я не помню контекст, но это глупо очень. Типа, вы же буквально в интернете. Просто выйдете с сервера и всё. И типа, лол. И не парьтесь. Вот и всё. Прыгайте. Что? Где он? Ох, он. Он здесь. Он такой крошечный. Я просто вижу его. Я его даже не вижу. Я думаю, что он спускается вниз. Он спускается вниз. Приготовьтесь. Ой, я вижу его. Что случилось? Переехать на какой-то необитаемый остров, полностью свою жизнь провести в Майнкрафте? Страшно. Что случилось? Боже мой. Боже мой. Боже мой. Они не потестили полёт на элитрах, кстати. Самое важное. Вы сильно его убили. Я не хотел этого делать. Я. Прости, если кибер трахнул. Не должен был этого делать. А нет. Сапнап мне очень жаль. Хорошо, я вернулся. О, он вернулся. Подождите. Ребята, я здесь. Где это? Я здесь. Где вы? О, он вон там. Посмотрите туда. Посмотрите на него. Ох, ничего себе. Вы можете увеличить его изображение. Это безумие. Он приближается. Он бежит к нам. Да. Ты убил меня, папа. Это действительно так. Это всё равно, что нарушит моё представление о масштабе Майнкрафта. Тебя грузит ютуб? В данный момент, да. Вот так. Это так странно. Это как будто какой-то необычный опыт. И это почти завершает мой самый большой проект в истории. Семейное фото. У меня есть ещё одна вещь, которой я хочу поделиться с вами, ребята, в самом конце этого видео. Джарфайлом поделись со спидраном. Но, во-первых, я просто хочу сказать вам несколько слов благодарности. Главными и, по сути, единственными людьми, участвовавшими в этом проекте, были мой брат Калахан, Кен, Джордж и Сапнад. Мой брат инженер в нашей семье, поэтому он занимался трёхмерным моделированием, трёхмерной печатью и спроектировал множество физических компонентов. Калахан, очевидно, мой давний друг, и помог мне с написанием кода, а Кен был рядом практически всё время, помогая проект. Блин, сейчас Дриму напишут, что он ничего не делал, и что он бездельник. Спасибо вам, ребята, потому что после просмотра всей поддержки в моём последнем видео, которое было неудачным, мне пришлось да. На самом деле, это вдохновило меня больше, чем я думаю, что-либо когда-либо могло бы вдохновить. Я просто вижу всю вашу поддержку и вижу людей, которым, возможно, даже не обязательно... Всё, я улетел, пока. Он тут рассказывает про спидраны опять, или в чём суть? Я не помню этот видос вообще. Я досмотрю, я досмотрю, я досмотрю, я обязательно досмотрю. Просто он сказал, что у него был какой-то неудачный видос. Плагин на рост должен был... Не, не должен был до 7 марта. Так вышло. Это, по-моему, удивительно. Он писал несовершеннолетним, понятно. Очередной Майнкрафт-ютубер. Сказал, это мотивировало меня больше всего на свете. Я весь год был внутри, точно так же, как раньше, до появления FaceReveal, не выходя из дома и работая над Майнкрафтом. И у меня запланировано так много видео на эту тему. Здесь гораздо больше, чем вы, ребята, даже представляете. Я не смог бы уместить и половину всего этого в это видео. И я просто так взволнован. Так что огромное спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы кто-то переживал такую серьёзную полемику, как я, и набирал подписчиков, даже во время неё. Мы только что достигли отметки в 32 миллиона, а я даже не выкладывал видео за 8 месяцев. Так что спасибо вам, ребята. Лучшее, что я могу сделать, чтобы сказать вам спасибо, это поблагодарить вас за прошлое и за будущее. Я ценю вас, ребята. И последнее, что я хотел сказать, и ещё многое можно сказать по этому поводу, но потому что вы можете стать большим, что облегчает задачу пересек. Я не писал несовершеннолетним? Я писал Бабарнатору, ребята, это считается или нет? Только честно. Ты становишься почти такой же неудержимой огромной силой. Я начинаю новую серию Охота на Человека номер 2, и это будет Майнкрафт Титан против Спидраннера. Начиная с меня, я добавлю друзей, которые помогут мне победить Титана. Как вы можете видеть на заднем плане, DreamMP предназначен для увеличения масштаба, так что вы можете видеть, насколько велик Титан. Спасибо вам, ребята. Надеюсь, вам понравилось видео. Он будет записывать реальный видос с этим... Это считается военным преступлением? Это ваша потеря. Мне нравится, как он на фоне ломает прайд-флаги, такой счастливый. Ну, я даже не знаю. Это было не так смешно, как я ожидал. Это интересно. Я не особо представляю, как из этого можно сделать Майнхант, но в целом, прикольный, прикольный видос. Прикольный видос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова